Всем привет! Сегодня у нас 18 января. По всей стране, получается, с сегодняшнего вечера по завтрашнее утро будут проходить крещения и купания. Поэтому мы начали искать информацию о том, куда можно поехать, чтобы посмотреть, как там проходит служба, как люди окунаются у нас в Тимрюкском районе. И изначально я хотела поехать в какой-то большой город из ближайших, в Анапу, в Керчь или в Новороссийск, чтобы посмотреть на это, потому что всё-таки там как-то всё более цивильно, организовано, много народу, интересно. Но потом поняла, что все эти окунания будут проходить вечером, когда уже темно. И ехать там к 8 вечера или к 10 вечера, это не очень удобно, потому что всё-таки расстояния не близкие. Тогда я решила посмотреть информацию, собственно, где у нас в районе будет происходить это. В итоге никакой информации нет практически. Ничего найти невозможно. Я решила написать там в официальную группу Тимрюкского района, это именно вот там администрация. Мне ответили, что единственное официальное место для купания будет происходить в станице Ахтанизовской. То есть там будет какая-то купель стоять. А то, что вот мы думали, будет может в Тамане или в Голубицкой, якобы сказали, что ничего официального не будет. Мы уже всё приготовились, что мы вот 19-го числа завтра поедем туда, к 8 утра. Ну, потом мама решила написать главе сельского нашего поселения. Удивительно, он сразу ответил, сказал, что у нас сегодня, оказывается, вечером в 7 часов будет проходить вот это крещение. Мы такие, отлично, всё, едем туда. У нас нигде ничего практически не пишут, когда какие-то мероприятия проходят. А когда они уже произойдут, пройдут, везде публикуют фотографии, как всё, где проходило. И ты такой думаешь, а почему вы раньше-то не предупредили? Мы бы там посетили бы. Вот такая же ситуация даже сейчас, казалось бы, такой знаменитый праздник. Да, многие идут там в церковь, идут окунаться. А нигде ничего нет, информации никакой. Сейчас я сижу, отвечая на комментарии своих зрителей, и вот мне пришёл такой комментарий. Займитесь воспитанием своей дочери, Сенечки. Банят всех подряд, и троллей, и хороших людей. Не прислушиваются к мнению других людей. Тем самым себе, себе же вредит. Ответить хочу вот этому очень доброму человеку. Во-первых, за последние, наверное, полгода я ни одного человека не заблокировала. Даже несмотря на то, что мне пишет огромное количество гадостей. Ютуб поменял сейчас свою систему, что он более чётко реагирует на спам и на оскорбление. Поэтому если ваше сообщение пропадает, вот вы написали его, и оно пропало, это не значит, что я сижу круглыми сутками, их удаляю, вас бросаю в чёрный список. Абсолютно нет. Это значит, что Ютуб обнаружил в ваших действиях что-то подозрительное. Поэтому он отправляет это в спам. У нас очень много за последнее время происходит такого, что нам пишут люди, которые нам часто комментируют, наши зрители. Их сообщения, они пропадают. Мы потом находим их в спаме. Хотя там ничего не оскорбительного, не плохого, никаких матерных слов нет. Хорошие обычные комментарии. И ты заходишь, и ты не понимаешь, а почему это сообщение оказалось в спаме. Да я хочу даже сказать, происходит ещё такое, что я сама лично пишу какое-то сообщение кому-то, отвечаю, и потом оно пропадает, и его нигде нет. Почему так происходит? Вот это последнее время у многих блогеров. И мы с этим столкнулись. Что с этим делать, непонятно. Когда вы написали комментарий, старайтесь проверять, дошёл ли он. Потому что тут ничего больше не сделаешь, мне кажется. Ну что, только перепроверить, опубликовался ли этот комментарий. Ну а если вы пытаетесь писать какие-то оскорбления, очень резко высказываетесь, пытаетесь как-то задеть меня, мою маму в комментариях, ну не удивляйтесь, что вы окажетесь в чёрном списке. Я придерживаюсь той политики на своём канале, что у каждого должно быть своё мнение. Но вы, мои друзья, вы перегибаете просто все палки. Очень многие блогеры, они сразу блокируют тех, кто пишет какие-то оскорбления, просто какой-то негатив. Я же вам даю просто свободу слова, а вы же ещё на мне свою злость-то и отыгрываете. Наверное, мне кажется, стоит уже перейти к такой политике, что всех, кто ведёт себя по-хамски, просто блокировать. И до свидания. Я просто, понимаешь, мам, я не хочу на своём канале какую-то вот окружать себя какой-то злобой. Если вы хотите там поругаться, так вы выйдете на улицу, скажите какому-то человеку в лицо, так вас ударят за это. А тут вы остаётесь безнаказанными, и вы творите, что хотите. Я считаю, что, наверное, надо начать просто всех подряд блокировать, кто ведёт себя оскорбительно на моём канале и на твоём канале. Просто когда я вот захожу и читаю комментарии, мне так это неприятно вот это читать, я думаю, это нужно таких людей просто на самом деле убирать. Мой канал — это как сад. Я в нём садовник, я там всё делаю, чтобы на нём было хорошо, комфортно, чтобы хорошее настроение или там что-то полезное было. А приходят люди в мой сад, которые топчут, вырывают всё. Вопрос, а нужно ли мне этих людей вообще пускать к себе, если они так себя ведут? Или, допустим, если к вам придёт человек в дом, он начнёт бить посуду, ломать мебель, так вы его выставите за дверь и скажете «До свидания, дорогой!» «Не приходи сюда больше!» Так почему я должна это терпеть? А я терплю почему-то? Вот почему я терплю и не блокирую таких людей? На твоём канале очень много агрессии. Агрессии просто вообще? А за что? Да не за что. Я просто удивляюсь. Так они ещё ко мне приходят, и мне ещё пишут гадости. Да, очень приятно, когда, конечно, мы встречаем на улице хороших людей, нас люди обнимают, хорошие слова говорят. Даже помню, денюжки дала женщина тебе, да? Да. Просто во вторых силах. Да, поблагодарила. Вот за твои вот видео, вот возьми деньги дала ей. Там сколько-то, что там, ну просто благодарность, да? В Краснодаре даже идём гуляя, мужчина нас увидел. Узнал. Узнал, разговаривал с нами в Краснодаре, там живёт столько людей. В общем, мы к тому, что будьте более сдержанными, будьте добрее. Если вы вот хотите написать какую-то гадость, вы просто уйдите с канала. Если вам не интересно, если вам лично я не нравлюсь, не надо себя мучить, не надо меня смотреть. Пусть лучше меня окружают те люди, которым я нравлюсь. Не надо сеять этот негатив. Вот это моя личная просьба к вам. Я уже давно хотела об этом поговорить, но всё как-то откладывала. Вот это отличный момент. И таких комментариев, которые мы записали, их приходит просто куча за день. И я думаю, что нужно вот это вот, всё вот этот хаос прекращать просто на моём канале. Ладно, друзья, отойдём мы от негатива, который пишут некоторые личности на наших каналах. Сегодня у нас день снова солнечный, такой же ветреный, потому что у нас, как вы помните, сохраняется штормовое предупреждение по всему Краснодарскому краю. И сегодня у нас температура воздуха плюс 6. Ветер у нас холодный, пронизывающий. Я даже не представляю, как люди там будут сегодня купаться, представляете? Но мы не будем, мы не моржи. Мы только посмотрим, потому что это всегда очень интересно. По-моему, даже я ни разу ещё не была здесь, в Краснодарском крае, не смотрела, как люди окунаются. Родители видели, они в том году приезжали в Тамань, когда там окунались. Но я нет, поэтому для меня это будет интересно и в новинку. И, кстати, здесь люди обычно окунаются не в проруби, знаете, как на севере, а ставят либо отдельные купели, либо окунаются прямо в море, делают такие мостики в море и вот там вот. Также ставят шатры там, где чай, чтобы согреться. МЧС даже бывает тоже, всё на месте, всё как полагается. Но как будет в этом году, я пока не знаю. Собственно, это мы всё и сегодня увидим. Снова пришли наши соседские свинки. О, бежит, бежит. Смотрите, она уже знает, или он. Знает, куда надо идти. Чё, приветик? Какие мы грязные. Какие восночки грязные. Малыша не может спокойно реагировать на животинку. Не может. Хюндели. Не, я сегодня вам ничего не принесла. Извиняйте уж, извиняйте. Всё, поняли, что ничего им не светит. И пошли. И пошли. Насколько знаю, что из-за такого холодного ветра, из-за шторма, хотят отменить даже вот эти вот купания в Сочи. Но если кто-то есть в Сочи, расскажите, как у вас вообще это всё прошло. Видишь, в рельзе. Птичка какая-то прилетела. Грудка была бы такая. Вот, красненькая маленькая грудка чуть-чуть. Скоростная. Это синица уже, похоже. Птичка. Птичка. Субтитры сделал DimaTorzok К вечеру мы оделись, сейчас выезжаем в Синой, поедем посмотрим. Я все-таки надеюсь, что там будет крещение, но раз уж глава сказал, значит, по идее, должно быть. Мы на пляже в Сином, здесь такой ветер он просто сносит, и уже действительно есть место, подготовлено все, купель. И осталось дождаться только людей, когда они придут в шатер. Теперь зашли в этот тент, здесь оказывается даже печка есть, и люди потихоньку прибывают. Ну, мы будем ждать первых тех, кто захочет искупаться. Ну, погода действительно очень нелетная, шквалистый просто ветер, и хочется построить на тех смельчаков, которые захотят окунуться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сидим мы сейчас под этим темпом и думаем, как же его устанавливали, вот такой ураган. Сказали, что в 10 рон устанавливали, и все это крещение здесь будет до утра. То есть то, что мы пришли к 7 вечера, это абсолютно не значит, что будут сейчас такие толпы, но все-таки, наверное, основная масса будет здесь. Но во многих местах завтра будет проходить купание именно где-то в 8 утра, некоторых вот так вот с вечера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А можно посмотреть, как там внутри выглядит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 кладут туда. Там травки, корица, трясинчики, чай, я так поняла, он листовой, гвоздика. Ложечку в карман, в следующий раз придешь и свои ложечки сапарки. Да, давайте, давайте. Такой чан большой прям. А вот здесь, да. О, неправильно закрыт. О, хо-хо-хо. Это что-то, пироженый. Тоже, да? Там пряности, специи, перец, корица, гладица, апельсин, лимон, яблоко. Надо попробовать. А я пробовала. Да? Нет, не сейчас вообще. Они приехали и поставили вот так. Как раз меньше. Крещенские купания, видите, проходят вечером уже. Темное время суток. Здесь вот такую вот зону организовали. Стоит крест, который подсвечивается. Ну и вот такая купель. Не в море, как многие наверняка могли подумать. Слушай, не сюда. Мама на меня там зовет. Ну, пробуй. Ты не пробовала никогда? Нет, ни разу. Ну да, всякие травки. Такой необычный вкус. Попробуй, попробуй. Дерожья, ты попал бы. Ну, хорошие глинты. Действительно, можно запомнить надолго то, что такой шквалистый ветер. Так, как я поступил. Здравствуйте. Апельцы, да? Апельцы, да? Апельцы, да? Апельцы, да? Еще. Давай. Ну, я вот, да? Да, да. Как я вот? Нет, да. Апельцы. Ну, как он. Короче, я больше на нее, что я больше не сказал. А нормально, как вы еще не могу сказать. А сейчас она видишь. Сейчас она и сядет. Ну, конечно, конечно. Хорош. Понимаешь. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok